Я никому не стану давать отчет в своих мыслях, так же как и в поступках, до тех пор, пока не встречу достойного человека. Всем привет, вы на канале SaberShot и меня зовут Савир. Большое вам спасибо за терпение, ребят. Новых роликов давно не было, но на грядущие февраль и март у меня уже запланированы несколько выпусков, то есть без новых книг в любом случае мы не останемся. Сегодня же мы будем обсуждать интереснейший приключенческий роман под названием «Всадник без головы» Майн Рид, книга, от которой так и веет Диким Западом. Даже не помню, когда в последний раз читал что-то подобное. Хоть и по духу книга очень походит на произведение Жюля Верна, но в любом случае история была очень интересной. Обсудить хочется много чего, но прежде давайте же послушаем три любопытных факта из жизни писателя. Поехали! А вы знали, что в США любознательный Майн Рид много общался с чистокровными индейцами, в том числе и с известными индейскими вождями. Он был отличным стрелком и всадником. Также он часто мастерил всевозможные приспособления для поимки птиц и животных. Несмотря на то, что он не был в большинстве мест, которые описывал в своих книгах, в написанные им строки безоговорочно веришь. Насчет последнего факта я уже говорил в предыдущем ролике под названием в дебрях Южной Африки. Но тогда я думал, что речь шла только лишь об Африке, а оказывается нет. И вообще, вот эти все приведенные факты относятся именно к нашему сегодняшнему произведению. Кстати говоря, один из пользователей по имени Васили Мак уже контактировал со мной в инстаграме. Он сказал, что тоже начинает всадник без головы и не знаю каково его мнение. Если ты меня слышишь, напиши в комментариях, понравилась ли тебе книга. Что ж, пойдем дальше. Что касается той сцены в начале с кунг-фу пандой, и вообще, с чем связано такое удивление, я расскажу сразу после краткого описания сюжета романа. Итак, сюжет. В романе «Всадник без головы» говорится об ужасной истории, приключившейся с добродушным мерландским мустангером по имени Морис Джеральд. Живет он в Техасе со своим верным слугой Филимом посреди пустыни. В то же время жизнь кипит и в самом Техасе, в котором проживает плантатор Вудле Пойнт Декстер вместе со своей семьей с сыном Генри и дочерью Луизой. По воле судьбы гордый ирландец встречает дочь плантатора и влюбляется в нее с первого взгляда, как и она в него. Но какая же любовная история до безревности? Конечно же, в этой истории появляется тот, к которому оказывается не по душе такая связь. Зовут его капитан Касси и Колхаун, двоюродный брат Луизы, тайно любящий ее. Но история не была бы такой мрачной, если бы не подлое покушение на жизнь мустангера, с которого и начинается все самое интересное. Какие последствия повлечет за собой эта безответная любовь? Откуда взялся в такой романтической истории такой сказочный персонаж, как всадник без головы? Вам и предстоит выяснить. Ну что, ребят, вернемся к ум-фу панде. Почему же у меня все-таки такая реакция? Встречный вопрос. Вы смотрели фильм под названием «Сонная лощина» с Джонни Деппом в главной роли? Я впервые увидел его, когда мне было лет 8 или 9. И это кино хорошенько так отпечатывалось в моей памяти. А именно тот самый «Безголовый всадник». И уже тогда я вбил в себе в голову, что это и есть тот самый «Всадник без головы». И на днях, во время очередного захода в книжный магазин, после того, как я приобрел новые книги, и вот уже разворачиваюсь и собираюсь уходить. Как вдруг мой взгляд зацепила одна книга. И знаете, эта сцена была вот точь-в-точь, как вот эта. Я подошел к книге, взял ее в руки, так смотрю и говорю. Одна фраза только в голове крутилась. Жизнь ложь. Оказывается, фильм «Сонная лощина» был снят по мотивам новеллы Вашингтона Ирвинга под названием «Сонная лощина». Да, повезло, что я вообще заметил ее. А то сейчас, не ознакомившись с материалом, связывал бы роман с «Всадниками сонной лощины». Так что в обсуждаемой книге «Всадник без головы» совсем не тот, кем кажется. Итак, отбросим в сторону произведения Вашингтона. Как-нибудь в следующий раз его обсудим. «Всадник без головы» Майна Ридер по духу так и веял вестерном. Ведь действия романа происходят в Техасе. И вы только представьте количество фильмов, нахлынувших на меня в виде ассоциаций. Слава богу, за все время вестернов сняли «Будь здоров сколько». К тому же в романе очень много описывалось фауны Техаса, в особенности лошади. Ведь лошади в те времена были главным транспортным средством. И вообще, по части живности опять вспоминались работы Жиля Верна. Выпусков про его книги уже достаточно на канале, поэтому посмотрите, если не смотрели. Что могу сказать по поводу сюжета? Развязка истории довольно предсказуемая. И уже ближе к середине можно понять, кто есть кто и что вообще случилось. Главный вопрос, который тут нас может интересовать, это «как». И знаете, до самого конца, до последней страницы, вами будут двигать два чувства. Это чувство возмездия и чувство мести по отношению к главному злодею. Ведь когда злодей сильный, как личность, он вызывает уважение. И в какой-то мере восхищение. Как помните Волк Ларсон из «Морского волка». А когда антагонистом является трус и подлец, хочется до самого финиша дойти, чтобы увидеть, каков будет его конец. По поводу «Лавстори». Тут не то, что любовный треугольник. Тут минимум пятиугольник какой-то. Каждый ненавидит одного и в то же время любит другого. Но если читать последовательно, то ничего сложного нет. Но главное достоинство этого романа – это дух приключений. Постоянные странствия по описанным местностям не оставляют вас в стороне. И вы сами становитесь непосредственными участниками событий. Кстати, книгу очень рекомендую подростковой аудитории. Для детской, мне кажется, чуть-чуть рановато. А теперь мы переходим к рубрике под названием «Ассоциации». В роли Мориса, ну или Мориса, Джеральда, представлял самого Леонардо Докаприо в свои молодые годы. Тем более он снимался в одном вестерне с Шерон Стоун. Фильм называется «Быстрый и мёртвый». Короче говоря, был откуда черпать образ. В роли подлеца Кассия Колхауна представлял персонажа из фильма «Костяной Томагавк». Тоже весьма крутой вестерн. Зовут этого актёра Мэтью Фокс. И в роли Зеба Стумпа вспоминал актёра Сэма Эллиота, который снялся во множестве разных вестернов. Он уже фигурировал раньше на этом канале, но ассоциациям не прикажешь. Что ж, вот и всё, ребят. Всем огромное спасибо за просмотр. Кстати, на днях я приобрёл три наикрутейшие книги. И решил начать с «Мизери» Стивена Кинга. Честно говоря, давно уже прочитать её хочу, и тем более все советуют. А следующий выпуск ждите к середине февраля. «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайлд. Ещё раз всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. Буду очень рад вас там видеть. Ссылки оставлю внизу. До новых книг и читайте больше. Пока. Нет, всадник убил её. Сколько раз вам повторять? Всадника не существует. Выкиньте его из головы. О, Господи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok